всем привет и это прямой эфир закрытие дня я уверен что вы удар вам удалось посмотреть наши наши обучающее видео это позволило вам точно сформулировать задачи и вопросы сейчас мы разберем все вопросы которые у вас возле могли возникнуть и для этого мы сейчас пройдемся вкратце по второму дню итак мы с вами посмотрели о целях и задачах я буду подглядывать в презентацию поэтому немного буду косить направо вы пока думайте над вопросами которые вы у вас есть поехали значит продолжаем работать закрытой группе напомню что сегодня наши замечательные кураторы создадут и в большинстве случаев уже создали пригласили всех кроме пахомова и оксана оксана и пахом если вы слышите нас по объявитесь как-нибудь в нашем чате правила работы в группе как обычно сегодня и завтра у нас и до пятницы мы стартуем в 21 00 для того чтобы поговорить структура курса я надеюсь вы уже примерно ориентируетесь это управление здоровьем управление временем управление личной жизнью управление собой все элементы нашей нашей жизни также я уверен что вы выбрали для себя новую тему кстати мне было очень интересно сегодня почитать что кто-то выбрал изучение иностранных языков супер тогда прошу вас зафиксировать а сколько новых слов вы хотите в день изучать и вот сегодня понедельник если вы хотите изучать 10 новых слов пожалуйста предъявите что процесс пошел дальше выбор всегда за вами это только вы принимаете решение что вам делать что нет поэтому мы вам рекомендуем делать домашние задания а вы не ломая себя делайте то что вы решили это очень важный момент итак про здоровье упражните водор баланс в мероприятии под названием сессия 2 есть отдельный пост прикрепленный сверху называется задание сессии 2 там в комментариях есть ссылка на apple store для тех у кого яблочная техника apple и для тех у кого android google пожалуйста скачивайте также прикреплены ссылки на скачивание рабочих тетрадей вчера мне некоторые участники писали о том что у кого-то не получается скачивать пройти по ссылке попробуйте скопировать ссылку вставить ее и должно все скачаться виктор вижу ваш вопрос поясните про новую тему про новую тему вчера в обучающем видео было много сказано скажу совсем чуть-чуть новая тема это то о чем вы давным давно собирались заняться и вас все никак не доходили руки и вот сейчас за эти шесть дней вы должны стартануть помимо всего прочего эту новую тему изучите предъявить нам какие-то первые результаты формируем режим дня делаем баланс с точки зрения жизни то что вы сейчас занимаетесь вызывает дикую зависть отчасти много негативных эмоций у тех кто кому вы об этом будете рассказывать особенно близкие которые будут делать думать о том что вы там сейчас чем-то занимаетесь вместо того чтобы заниматься детьми работы всем чем угодно посуду пойти помыть там приготовить вкусный ужин а вы вот взяли и сели ни на кого не обращать внимание вы в домике вы занимаетесь сами собой поэтому благожелатели доброжелатель нас большое количество помните об этом не рассказывайте о своих целях предъявляйте результаты когда вы рассказываете о целях то очень много можно выплеснуть всю энергию цели и будет трудно потом собраться собственно говоря мы закрываем новости пару слов ну как бы про новости все не знают хочу сказать свое мнение мое личное мнение пандемия коронавируса наступила это новая реальность никуда уже не денешься ситуация совсем изменилась мир изменился мир стал совсем другим кто-то хочет верить кто-то не хочет но сейчас в задаче не верить не бояться не психовать а понимать что ситуация изменилась вирус наступает геометрической прогрессии все что вы можете сделать защитить свою семью защитить себя как это сделать максимальная социальная изоляция сегодня большинство крупных иностранных компаний ушли на карантин крупнейшие банки уходят на карантин сегодня разговаривал с представителем банка открытия они отпускают своих работников и даже выдают им домашние компьютеры это не шутки это очень серьезно поэтому если вы ответственный человек вы примите ответственность за то что происходит с вами и вашей семьей в отношении изменившейся ситуации мы уходим все в онлайн жизнь наступает совсем другая будьте к этому готовы пожалуйста примените максимальное количество средств объясните детям насколько это важно близким своим друзья информации очень много поэтому безответственным быть это значит игнорировать сегодняшнюю ситуацию это мое мнение у каждой остается при своем и так новости смотрим но не впадаем в панику телевизор русский заменяем если вы изучаете английский прекрасно изучаете английский язык поп музыку со словами убираем оставляем классическую и инструментальную смотрим хорошие фильмы я очень буду рад если вы выложите я сейчас сделал отдельный пост прям себе запишу чтобы не забыть где мы тут наклеечки сейчас одну секундочку вот то мои наклеечки разные сделать пост с фильмами пост с фильмами я при выложу свои интересные фильмы жду от вас свои вообще еще раз хочу вам сказать наш групповой чат который есть это место где вас уважают место где каждого из вас ценят и каждому из вас рады если вы переживаете если он страшно если вы чувствуете себя одиноким или вам просто нужна наша поддержка пожалуйста напишите если вы стесняетесь писать в чат просто так напишите лично мне я каждому отвечу итак смотрим наши фильмы слушаем книги напоминаю что мы по-прежнему работаем в трехмерной модели философии завтра вчера и сегодня мы разбираемся вчера с прошлыми пиковые моменты нашей жизни если очень интересная задача вот это персональная инвентаризация я очень хочу чтобы вы серьезно относились ко всем заданиям они имеют смысл даже если сейчас он вам не понятен поверьте мне доверьтесь мне я вас приведу к конечной цели ставьте лайки если вам соответствует все то что я говорю чем вашему внутреннюю миру и так персональная инвентаризация это ваше первое задание задание какие занятия чем имеют для вас большое значение в жизни то есть вот наша жизнь она сейчас идет за окном вот что вы делаете подумайте и представьте что вам нужно провести ревизию вот есть все ваши дела каждый день что-то вы делаете в своей жизни отношения с близкими с родственниками все что угодно готовите ездить на велосипеде там на транспорте вот есть что-то из того что вы делаете вам нравится зафиксируйте это и есть то что вы делаете не нравится но вы продолжаете делать например как бы вам кто-то не нравился но вы продолжаете оставаться в отношениях как бы вам кто-то не нравился но вы продолжаете общаться как бы вам что-то не нравилось но вы продолжаете это делать потому что вы связаны какими-то обязательствами достаньте из себя это напишите то же самое про работу для бизнеса или для работы все что вы что-то делаете что вам нравится в своей работе укажите это что вам не нравится в своей работе, тоже укажите, пожалуйста. Будет интересно. Повеселю вас еще каким-нибудь интересным фоном. Вот таким, например. Ага, дальше. Что-то вам слишком вот так вот веселее. Значит, теперь поговорим про отношения. Персональный совет директоров это все те люди, которые в жизни вам помогали. Если кто-то хочет немного более глубоко копнуть, возьмите еще тех людей, которые вам мешали. Которые давали вам негативные эмоции в течение своей жизни. Которые вам которые мешают вам жить каждый день в своей жизни. Вот эти люди, запишите их отдельным списком. И сформируйте все, что вы считаете нужным. Это важно. Достать не только то, кто вам помогает, но и то, кто вам мешает. Точно так же. Ваши хорошие руководители и ваши плохие руководители. Это для тех, кто прям реально хочет хорошо прогрузиться. А вот потом, когда вы напишите эти два списка, подумайте. Вот этот плохой руководитель. Ведь он достигал какой-то своей внутренней цели и старался вам донести какую-то свою позицию, которую вы в тот момент, наверное, не понимали. Попробуйте конвертировать это в позитивную эмоцию. А что все-таки он хотел вам сказать? Что он вам хотел донести? И сейчас, с высоты прожитых лет, посмотрите туда далеко. Может быть, он был прав. Поэтому, из этих двух списков, кто вам мешал и помогал, кто вами руководил или, так сказать, подавлял, подумайте, кто войдет в совет директоров. Дальше. Расчищаем пространство. Занимаемся уборкой. И вот еще очень важный момент. Я сегодня включил в рабочую тетрадь новый слайд. Этот слайд говорит о том, «А что я сегодня узнал нового? Что я стал делать в своей жизни? То, что я никогда вообще не делал». Фиксируйте это. Это классно. Вот эти дневники, вот эти рабочие тетради за шесть дней составят вашу книгу «Персональные стратегии». Вы будете к ним возвращаться, пересматривать. Или вы пишете. Помните, у нас три варианта. Первый вариант. Я пишу в отдельном блокноте. Вот такой толстый блокнот. Вы его заводите, смотрите и работаете с ним. Второй вариант. Вы распечатываете рабочие тетради. Они в PDF. Шрифты не поползут. У меня там используются просто шрифты красивые. Поэтому, возможно, те, кто использует третий вариант, заполняют в компьютере, они может не очень удобно там поползти шапка. Ну, посмотрите, сделайте, просто измените шрифт и все будет нормально любой, который у вас есть в компьютере. Или в компьютере ведется. Это любые три варианты. Поэтому, вот, очень важно. Сегодня мы поговорили с вами про целостность, про то, как знать и понимать себя, нести ответственность за свое отношение, за свои сексуальные желания, за реализацию своих эмоций. Это очень серьезная целостная личность. Вот, поэтому подумайте. Надеюсь, вас порадовало и поразило упражнение «5 качеств вашей личности», когда вы познакомили с собой пять позитивных, а с другой стороны пять негативных. И это все вы. Дальше. Как хорошо вы знаете себя? Задавая себе вопрос, приучите себя, задавая любой вопрос. Задать себе следующий. Вот, например, как умею ли я думать? О, интересный вопрос. А умею ли я думать сейчас по десятибальной шкале, как я думаю, на сколько? и вы тут же прошкалировали, и на все, ага, я сейчас умею думать на шесть, как мне кажется. Следующий вопрос. А я умею думать, как бы мне хотелось. Вы такие, так, Роман, а как бы тебе хотелось думать? Ну, конечно, по-честному, хотелось бы мне думать, как все умные люди, хотя бы на семь. Ага, гэп между шестью и семерки единичка. И тут задаю себе вопрос, а что тебе, Роман, надо сделать, чтобы ты научился думать. И три минимум действия, которые мне помогут размышлять, анализировать, притворять свои решения в жизнь. И вот тогда, наверное, я смогу передвинуться на шаг вперед. Поэтому, задавая себе вопросы, как хорошо я себя знаю, нравлюсь ли я себе, беру ли я на себя ответственность, вы всегда в трех проекциях смотрят, как сейчас, как хочу, что надо сделать. Для особо продвинутых в рабочей тетради есть таблица про целостность, с ней нужно поработать. И я очень хочу, чтобы вы высказали мне свои инсайты. Пожалуйста, все, кто захочет поделиться лично со мной инсайтами, я вам помогу с точки зрения ваших целей. Все, кто хочет поделиться инсайтами в группе, поделитесь, это будет классно. А завтрашнего дня мы начнем делиться своими инсайтами в группах. Не только в нашей закрытой группе, но и в официальных ваших пабликах. Это будет ваша, так сказать, плата мне за мою работу. Наставник. Очень важный момент. Уверен, что у вас не раз возникали вопросы, связанные с тем, чтобы кто-то из вас стал наставником. У вас сейчас появились кураторы, с которыми вы работаете. Если вам интересно с куратором позадавайте ему вопросы. Сегодня был очень интересный вопрос. Одна наша участница задала вопрос по карьере. И так получилось, что один из ее кураторов как раз связан с вопросами карьеры. Занимайтесь, спрашивайте. Если вы хотите и думайте попросить меня быть вашим наставником, не стесняйтесь, попросите, мы с вами поговорим. Дальше. Управление временем, дневной отдых. Друзья, еще раз хочу сказать об очень важном вопросе. Кстати, завтра в 8 часов за час перед нашим эфиром у нас будет прямой эфир с Андреем Паметун. Это человек, который умеет коллекционировать эмоции, который умеет коллекционировать интересные вещи. Отдых. Если вы уже на карантине, если вас уже перевели на домашний офис, это не значит, что ваш режим дня поменялся. Фишка заключается в том, что вы обязаны сохранить текущий режим дня. Рано вставать, приводить себя в порядок, краситься женщинам, мужчинам делать зарядку, садиться за рабочий стол и работать. Делать перерывы, обедать, ужинать, завтракать. Если вы не выходите на улицу, выходите на балкон, открывайте окна, дышите свежим воздухом. Физическая зарядка, размышления, обучение, огромное количество интернет-ресурсов. Но сейчас ваша цель сконцентрироваться на курсе. В конце курса мы посмотрим, что можете делать. В 8 утра, да, дети у меня сегодня уже первый день на карантине, поэтому они вставали раньше в 7 утра, теперь я им разрешил вставать в 8. В 8 встаем и такой же режим учебы и все остальное. Если вы встаете в 6, ну, конечно, можете там вставать пораньше. Я, например, встаю в 5.30. Это выбор каждого из нас, но для этого нужно ложиться раньше. Итак, дневной отдых, ритмичность, переключаться, все это у нас хорошо работает. Продолжаем ввести блокнот идей, заполняем режим дня, дневной отчет, обязательно главная мысль дня, что сегодня для меня было главным, что сегодня стало для меня важным и почему эта мысль стала для меня главной. Дальше. Управление жизнью, трехмерная модель философии. Вот про прошлое. Мы вчера копнули ваше прошлое и там были пиковые моменты, когда были вверху и когда были внизу. Я хочу вам сказать вот о чем. Есть некие вещи, которые тянут вас из прошлого и вопросы, которые вы себе, я приготовил их вам, чтобы вы серьезно себе подумали и позанимались этим. Вот сейчас идет православный пост и перед ним был такой, знаете, день, который назывался прощенное воскресенье. Я не призываю вас всех вступать в православие, не дай бог. Я очень уважаю и толерантно ко всем верам. И вот задача следующая. Но традиция искусства вот этого прощенного воскресенья философия очень глубокая. В первую очередь я работаю про прошлое и хочу вам пожелать, чтобы вы простили себя за любые вопросы, за любые моменты, связанные с прошлым. Вот как раз те якоря, о которых мы с вами говорили. А еще очень важный момент контракт с миром. Что это такое? Я сейчас подробно расскажу и завтра еще повторю. Вот представьте, что вы в какой-то эмоционально высокой ноте на позитиве или наоборот на негативе, а мир вокруг нас это реальность, граница которого проходит на границе между нашим телом и головой. вот она постоянно динамическая и мысленная граница она такая же динамическая. Вот по большому счету если взять откинуть какую-то эзотерику, то трансерфинг реальности Зеланда это описание нашей жизни и взаимодействия с миром. Она абсолютно точна. Поэтому смотрите, что такое контракт с миром? Когда-то, еще раз повторю, на очень высокой эмоциональной ноте или наоборот очень негативно высокой эмоциональной ноте вы что-то пожелали или сказали какое-то решение теперь я буду вести себя так и в этот момент вы заключили контракт с миром. Контракт с миром ничем не отличается от любого договора который вы заключаете на бумаге в нашей обычной жизни. Договор кредитный, банковский, какой угодно там пошли в химчистку сдали договор вы сдали вещи получите результат. Мир наша жизнь она точно так же отвечает нам своими контрактами любой момент любую секунду мы с вами заключаем контракты я вам говорю в 22 22.10 начнется эфир мы заключили контракт если я его задержал значит я компенсирую вам это контракт минимально вы что-то пообещали сделали это контракт а вот если вы обещали обманули и не сделали то вы нарушили условия контракта все контракты это энергия если мы говорим о том что мы говорим про химчистку там все просто отдали вещи заплатили деньгами это есть энергия ту которую вы не потратили на стирку вещей получили вещи чистые а вот когда вы сказали я теперь буду относиться так или теперь я кого-то ненавижу или теперь я кого-то люблю или вы дали обещание или еще хуже или лучше там какой-то обед это и есть контракты с вашим миром ваша задача я знаю вы это точно помните потому что я это помню я если я это делал и у меня это получилось значит у любого из вас так же получится пересмотрите свою жизнь возьмите вчерашнее упражнение где наша пила по жизни и подумайте о том какие контракты вы заключали с этим миром если вы понимаете что тот контракт который вы заключили с миром вам негативно оказал влияние на жизнь откажитесь от него просто вернитесь в ту ситуацию и отмените его удалите все условия это ваш контракт и вы имеете полное право на его изменения вот о чем это речь я знаю что кажется вроде как непонятно если прям совсем непонятно пересмотрите это видео я его выложу скоро и если что напишите либо куратору либо мне поэтому отвечайте честно себе на вопросы про прошлое очень важно проработать мне жаль что жалею ли я кого-то или жалею ли я себя я грущу потому что я там что-то не сделал или там я не додел или сделал что-то не то эти вопросы прям вот серьезно надо постараться выпустить все что мы сегодня с вами проговорим вот про прошлое так во сколько я ложусь спать Эльхан привет я ложусь в районе 11 пол 11 в 11 поэтому наша задача стереть негатив я как раз вот вам показал мультик из фильма головоломка все голливудские мультики очень глубоким смыслом поэтому смотрите ну собственно говоря надеюсь что у каждого из вас сегодня был щелчок давайте я сейчас еще раз посмотрю не пропустил ли я какие-нибудь может быть не дай бог домашние задания вот давайте еще раз посмотрим так управление здоровьем вода режим информационная гигиена правильность жизненная инвентаризация что я делаю для работы для бизнеса формирую себя директоров пространство новую область знаний ищем что раньше не знали что-то новое правильности с целостностью ищем наставника управления временем отдых отчетность самостоятельная работа пост в публичном паблике написать разместить пост что думаете что чувствуете так ну что соответственно друзья финальная задача завтра утром вы просыпаетесь и пишете в своем публичном паблике что думаете что чувствуете в связи с тем как вы начали работать в нашем в нашей работе и пожалуйста отмечайте меня значок это Роман Дусенко вас подтянется кликайте и пишите все что вы думаете о нашем курсе прекрасного вам вечера продуктивного занятий давайте наши сердечки чтобы вечер сегодня был у всех замечательный был очень рад мы открыты я мои кураторы мы все работаем для того чтобы у вас все получилось в это трудное время и хочу вам пожелать берегите себя берегите своих близких мир стал другим изменился мы живем в уникальное время с высочайшими технологиями мы стали беззащитными перед внешней угрозой природы но я надеюсь что все закончится благополучно и мы с вами будем продолжать работать и жить в этом прекрасном мире до завтра всех прекрасных благ и завтра в 21.00 мы с вами в прямом эфире а так я все время на связи в чате добро лечения добро Субтитры подогнал «Симон»